всем привет с вами ольга чернова моя огородная азбука сегодня 5 октября у нас так как я живу в сибирском регионе уже давно стабильные заморозки на почве на почве каждую ночь и вот видно по петрушке смотрите видите она вот так немножко прилегла ее ночью морозом как бы охватывает обшпаривает и она вот вчера вообще лежала лежа потом немножко солнце выходит она подогревается и встает и сегодняшний вот этот маленький видеоролик я хочу посвятить петрушке потому что может быть многие не знают я сама узнала всего лет семь восемь назад о таких уникальных свойствах петрушки как и и вот эта морозостойкость и и сопротивляемость большая большая она может замерзнуть потом снова встать оттаять замерзнуть оттаять смотрите какие прекрасные кустики сейчас расскажу вам про эту грядку зеленушку петрушку я весной сею всегда в два места одно место вот у меня под вишнями там большая грядка это на лето и одна вот это для поздней осеннего и даже зимнего использования то мы срезаем на салаты на заготовки и все ее выщипываем все почти доедаем вот она сейчас там немножко осталось но почти лысая ну короче для ежедневного использования эту я начинаю употреблять уже позже и почти вся целиком она до осени остается это вот у меня грядка зеленушка специально на осень все видите вот там молодой батунец вырос надо прополоть сейчас петрушка именно они не боятся мороза но все равно у всех растений есть свой предел и сейчас вот будет более холодно когда то они замерзнут вот смотрите вот дверь у меня в придомовую теплицу специально прям рядом стасею чтобы не выходя когда здесь будет уже холодно снегом всего тут занесет не выходя далеко в огород чтоб можно было руку протянуть и взять что что сейчас я буду делать я вот вижу что каждую ночь заморозки она уже мучается туда-сюда то падает то встает это уже не нужно я сейчас ей буду продлять жизнь делать укрытие один год вообще очень долго октябрь и ноябрь весь весь мы использовали вот такую зеленую смотрите можно укрыть чем-то как сказать накинуть вот я хочу сейчас сделать такое как немножко два ящика поставлю и сверху палас ну такой небольшой кусок паласа старого я буду днем открывать а на ночь вот так накидывать потом когда начнет выпадать снег а это будет наверное уже недельки через две может даже через десять дней когда будет снежный покров этот палас я уже убирать не буду я просто буду подходить немножко приподнимать край за залазить туда рукой рвать ее и уходить ей уже когда вот в таком взрослом состоянии солнце ей уже не нужно будет она будет сидеть там конечно в темноте но очень очень продолжительное время она будет сохранять вот такие свои свежие ну как свежую вот эта витаминная продукция свежие листья зеленые она будет именно не замороженная а свежая если у меня будет время я конечно постараюсь потом вам показать это очень интересное зрелище я прошлый раз даже сама очень удивилась что она долго там живет я в тот раз правда коробку большую большую картоновую коробку от блоки сигарет в которых привозят магазин вот так вот околпашила и эту коробку приподнимала потом опять закрывала когда выходишь приподнимаешь эту коробку смотришь вокруг снежное поле и такой оазис петрушка как а нынче вообще смотрите какая хорошая вот эта петрушка вот этот сорт потом скажу забыла какой он прям листики то миленькие 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 как гофрированные вообще прекрасные у меня сын подошел такой ничего себе у тебя баба здесь вырос она правда вот такая как пуком вот смотрите и они нежнейшие они не старые не стареют обычно вот такая когда листовая когда вот такие вот листики вот это другой сорт совсем видите лист лист уже боль более крупный когда такие листья они вот тоже другой они немножко как стареют и грубеют а вот это вот прям ну вот вообще нежность младенчество петрушки все постараюсь потом показать но просто я вот даю идею тем новичкам которые ни разу еще не сохраняли долго но это конечно это пригодится только тем кто живет рядом со своим огородом кто очень поздно уезжает с дач или кто вообще живет в частном доме я вот сегодня буду накрывать делать сооружение для петрушки и теперь каждую ночь предохраняя ее от мороза буду закрывать палацом и открывать думаю в течение месяца или полтора но мне сохранится все до свидания у нас уже пусто и видно что ничего не растет останется одна петрушка и лук батон все по-прежнему еще убираюсь в огороде работы очень много видите вот метла лежит медвенно подметаю вот эти вот растительные остатки вот с этой тряпочки чтобы не остались случайно на этих остатках растительности детеныши эти яйца белокрылки все до свидания